Привет, я Таня. Шестой год, живу во Франции и делюсь опытом. Я снова почитала французскую прессу и представляю на ваш суд очередной обзор самого интересного. Помчались! Уже по традиции начнем с Украины. В Париже закрылся большой и единственный центр приема украинских беженцев. Об этом написали сразу несколько изданий. Центр находился у Версальских ворот в 15 округе Парижа и работал с середины марта. Он располагался в большом выставочном центре, где украинские переселенцы могли сразу оформить статус временной защиты и получить экстренный ночлег. Несмотря на то, что префектура региона Иль-де-Франс никак не объяснила решение закрыть этот центр, волонтерские ассоциации указали, что поток украинских беженцев во Францию практически истяк. Если весной в центре принимали до 500 человек ежедневно, то в последнее время туда обращались максимум 30-50 человек в день. И гигантский выставочный центр площадью 22 тысячи квадратных метров на минуточку остался практически пустым. Но пустовал он на самом деле еще с июня. Я рассказывала об этом вот в этом выпуске. Уже тогда из 600 мест были заняты только 83. И волонтерские организации просили власти Парижа разместить на свободных местах африканские семьи, которые, ну, в прямом смысле слова, живут на улицах. Но получили отказ. Газеты напоминают, что это вызвало огромный скандал. Даже заместитель мэра Парижа обрушился с критикой на региональные власти. В начале июля у стен выставочного центра даже прошла демонстрация с требованием не делить беженцев на категории и предоставить приют всем, кто в этом нуждается. Но эффекта, к сожалению, эта акция не возымела. Тем временем префектура Иль-де-Франце заверила, что украинцев по-прежнему будут принимать во французской столице. Но в другом, более скромном помещении. Им станет парижский ивент-центр. Он расположен в 19-м орге в районе Порт-де-Ла-Вилет. И это здание, кстати, регулярно используется для размещения мигрантов. На самом деле закрылся не только парижский центр. Региональная пресса пишет, что в департаменте Вагезе, это на востоке Франции, прекратила работу центр в городе Жерарме. Он располагался в спальных помещениях школы отельеров и с марта месяца принял более 120 человек. Однако с началом учебного года помещение надо было освободить, поэтому украинцев переселили в город Сен-Дьеде-Боша в хостел под названием Формула-1. Сейчас там находится 30 человек, но оставаться в гостинице надолго они не планируют, пишет издание. И еще одна заметка из региональной прессы. На этот раз из департамента Жеронда, что на юго-западе Франции. Сейчас там находится около 2000 украинцев, но поселить их толком некуда. Индивидуального жилья мало, а французских семей, готовых приютить у себя беженцев, с каждым днем становится все меньше и меньше. Сейчас в большинстве своем украинские переселенцы живут в семьях, однако это уже не первая и даже не вторая семья, которая согласилась их принять. Еще в марте около 2500 семей вызвались принять у себя украинцев, но теперь их осталось 680, пишет издание. Главный кризис случился летом. Французы предпочли принять у себя гостей или сдать свои дома в аренду. Поэтому сотням украинцев пришлось искать новые принимающие семьи или вернуться в центр временного приема. Издание указывает, что с размещением украинских беженцев в Жеронде занимается ассоциация Франс Аризон. И если семьи отказываются от предлагаемого жилья, они исключаются из программы. В этом случае они должны искать индивидуальные квартиры. И еще одна проблема – это то, что переселенцы хотят остаться в мегаполисах, но социального жилья там попросту нет, потому что французы ожидают его годами. Поэтому местные власти стараются уговорить украинцев переехать в города поменьше – Либурн, Блейну и так далее. Тем временем около ста семей уже покинули Жерондун. Кто-то уехал в другой департамент Франции, ну а кто-то вернулся на родину. Также несколько десятков человек покинули регион Британь. Билеты на автобусы во Львов были распроданы в течение нескольких месяцев. Еще 20 человек покинули департамент Рона. Они уехали из города Сен-Пьер-де-Шандье. 1 сентября около 12 миллионов французских школьников вернулись в классы. И в их числе оказались порядка 20 тысяч украинских детей. Об этом пишет издание Фигаро. По данным Министерства национального образования Франции, из них 40% были приняты в младшую школу. 30% в среднюю и 10% в старшую школу. 20% от указанного числа украинских детей поступили в детский сад. Также издание публикует вот такую интересную табличку. Здесь указано, сколько школьников из Украины поступили в классы в разных городах Франции. Больше всего 1515 человек пришли в школы города Ницца. На втором месте Версаль, где учится 1291 украинский школьник. Ну и, наконец, Гренобль и 1182 ученика из Украины. Ну и в продолжение школьной темы. Франсанфо оценили расходы родителей на школьные принадлежности. И пришли к неутешительным выводам. Все очень подорожало. В годовом исчислении инфляция во Франции превысила 6%. И это сказалось на стоимости практически всех товаров, необходимых ученику. Скажем, учебники подорожали на 2,4%, а словари на 2,7%. Однако самый сильный рост был зафиксирован на канцелярские товары и блокноты для рисования. 6,3% в годовом исчислении. Все данные, кстати, предоставил мой любимый институт статистики Франции. Если смотрите меня давно, то знаете, о чем я. Также подорожали калькуляторы плюс 8% стоимости, школьные рюкзаки плюс 4,3%. Кроме того, в этом году подорожают и внеклассные занятия, и всякие разные секции. Например, стоимость спортивного инвентаря выросла за год на 3,4%. Но, однако, есть и приятный момент. Детская одежда, напротив, подешевела в среднем на 1% по сравнению с прошлым годом. Чтобы помочь семьям справиться с инфляцией, в этом году французские власти решили повысить пособие на возвращение в школу – АРС. Это пособие выплачивается семьям в зависимости от их дохода и полагается детям от 6 до 18 лет, посещающим школу. Так вот, в этом году сумма пособия была увеличена на 4% и теперь варьируется в зависимости от возраста ребенка от 392 до 428 евро. Такое пособие сейчас получают порядка 3 миллионов малообеспеченных французских семей. Кстати, выросли не только пособия на возвращение в школу. Все на те же 4% французские власти решили поднять пенсии по старости и по инвалидности. А еще студенческие стипендии и другие социально значимые семейные выплаты. Все это сделано в рамках борьбы с ростом стоимости жизни, сообщают сразу несколько французских изданий. Кроме того, государство решило продлить программу скидок на топливо еще на 2 месяца, то есть до ноября 2022 года. Сейчас каждый автомобилист получает от государства компенсацию в размере 18 центов за каждый купленный литр бензина. Так вот, скидка будет увеличена до 30 центов, но уже в ноябре снова понизится до 10 центов за литр. Но я вам напомню, что без этой помощи автолюбителям было бы совсем туго, поскольку цена даже на дизель взлетела бы выше 2 евро за литр. А в этом случае за полный бак в 60 литров пришлось бы заплатить минимум 120 евро. Байкеры будут платить! Так решила мэрия Парижа и с 1 сентября ввела плату за парковку для двухколесных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Мотоциклистам придется платить 3 евро в час в первых 11 округах Парижа и 2 евро в час в остальных 9. Мэрия французской столицы называет свое решение мерой справедливости по отношению, во-первых, к автомобилистам, которые уже платят за парковочные места, но и, во-вторых, по отношению вообще ко всем окружающим, поскольку мотоциклы занимают общественное пространство, шумят, воняют и создают прочие неудобства. Согласно подсчетам мэра Парижа Анны Дальга, мотоциклисты ежегодно будут пополнять городскую казну аж на 35 миллионов евро. При этом парковка останется бесплатной для электрических скутеров и мотоциклов, а также для тех двухколесных транспортных средств, которыми владеют люди с ограниченными возможностями. Ну и самая главная новость, на мой взгляд. Во Франции отменяется налог на телевизор. Да-да, все французы, у которых дома стоит зомбоящик, до этого еще и платили деньги за то, чтобы его смотреть. И не сколько-нибудь, а 138 евро. Эта сумма обычно включалась в налоговое уведомление. Но вот теперь забор, который принес государству 3,7 миллиарда евро, отменен. И смотреть телевизор во Франции можно совершенно бесплатно. Напишите в комментариях, вы смотрите телевизор и хотели бы платить за это налог. Очень интересно послушать ваше мнение. Друзья, вот тут внизу под видео есть много всяких разных кнопочек. Лайк можете нажать прямо сейчас, если все понравилось. А вот кнопка подписаться, это ответственная история. И чтобы уверенно ее нажать, я предлагаю вам посмотреть другие видео на моем канале. Они сейчас появятся рядом со мной. Ну, например, еще один выпуск новостей. Или вот веселая история о том, как мы искали и сняли квартиру в Париже. И если уверены, что хотите за мной следить, смело подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы первыми увидеть следующее видео. Я же с вами прощаюсь, до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok